МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии Карина Кашина. Вначале коротко о главных событиях. Не утихают споры вокруг адресной социальной помощи многодетным семьям. Карагандинский бизнесмен в течение двух месяцев получал денежную поддержку. И теперь предпринимателя ждет судебное разбирательство. Административные барьеры и жалобы на правоохранительные и фискальные органы. Председатель Президиума Палаты предпринимателей Атамикен Тимур Кулебаев встретился с карагандинскими предпринимателями. Во многих университетах Казахстана введена система студенческого самоуправления. Участие студенческой молодежи в управлении современным вузом обсудили в ходе международного саммита в экономическом университете. Не утихают споры вокруг адресной социальной помощи многодетным семьям. Карагандинский бизнесмен в течение двух месяцев получал денежную поддержку. И теперь предпринимателя ждет судебное разбирательство. В семье Коржаовых четверо детей. Доход мужчины составляет 60 тысяч тенге. Информацию о АСП глава семейства увидел в социальных сетях и сразу подал документы на получение. Заявку одобрили и два месяца семья получала средства в размере 85 тысяч тенге. А затем выплаты прекратились. Я требую, чтобы всем детям многодетных семей выделяли равные средства. Сейчас будет потеря бюджета. Я месяц получал АСП 85 тысяч. Сейчас не знаю, остановили или нет. Поговорил с руководством. Если они официально остановят, то я подам в суд. Как оказалось, Жан-Булат Коржаов – частный предприниматель. На его имя зарегистрирована квартира и коттеджный дом. Автомобиль недавно продали. Мужчина, в свою очередь, утверждает, что его бизнес потерпел крах. А доходы фирмы, где он является учредителем, нулевые. По словам заместителя руководителя отдела занятости социальных программ, изначально семья Коржаовых представила свою квартиру на улице Шахтеров. И средний доход не превысил черту бедности. О реальной картине специалисты узнали из публикаций в социальных сетях. Данная семья имеет благоустроенный дом, другое движимое имущество. Нами были приглашены заявители. Пришел к нам сюда ее супруг Коржаов Жан-Булат. С ним была составлена беседа. По итогам беседы мы рекомендовали ему вернуть выплаченную сумму в размере 171 тысячи в бюджет. Главу семейства такое предложение возмутило. Таким образом, выплаты АСП приостановлены. В отношении мужчины направлен запрос в налоговый орган. Готовятся документы в суд о возврате 171 тысячи тенге. Полина Малюкова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. За незаконное повышение тарифа осудили монополиста и должностное лицо антимонопольного органа. В начале этого года прокуратура выявила, что Жасказганская распределительная электросетевая компания в прошлом году без законных оснований заявила о завышении тарифа. Монополист повысил тариф, а антимонопольщик, вместо того, чтобы отказать в удовлетворении заявки, необоснованно утвердил монополисту завышенный тариф. Согласно материалам уголовного дела, действия должностных лиц электросетевой компании и антимонопольного органа повлекло для потребителей ущерб на сумму более 1 миллиарда 300 миллионов тенге. Подозреваемые вину признали в полном объеме. Экс-заместитель руководителя областного антимонопольного органа освобожден в связи с истечением срока давности, а бывший генеральный директор фирмы приговорен к условному сроку заключения. В соответствии указанной статьей, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, трех лет шести месяцев лишения свободы, с применения статьи 63, то есть условно. Данное мерное наказание назначено в связи с тем, что подсудимый вину признал в полном объеме, раскаялся с идеями, а также возмещение материального ущерба, а также наличие малолетнего ребенка. Председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей Атамикен Тимур Кулебаев посетил Карагандинскую область. Он обозначил основные направления работы по поддержке и развитию казахстанского бизнеса и, в частности, приоритетные направления развития бизнеса в Карагандинской области. Количество жалоб от карагандинских предпринимателей на действия государственных органов выросло в прошлом году на 15%. Лидеры по жалобам – это вопросы налогового администрирования и государственных закупок, жалобы на правоохранительные органы и административные барьеры. На основе обращения создан реестр системных проблем, требующих изменений в нормативно-правовые акты. Процент удовлетворения исков налоговых органов в 2017 году составил 98%, в 2018 году уже 99%. То есть, как говорится, показатель состязательности бизнеса с налоговыми органами. Основными доводами в обосновании своих исковых требований налоговые органы приводят стандартные доводы. Это предположение о экономической несостоятельности поставщиков. Эта проблема уже решается, отметили столичные гости. Совместно с Верховным судом создана рабочая группа, которая занимается разработкой поправок в законодательство. Максимальная оцифровка информации о свободных земельных участках является важной составляющей частью улучшения делового климата в регионах. Было отмечено, что в Карагандинской области 5 акиматов из 18 не размещают информацию о предоставлении земельных участков. По цифровизации, оцифровке земельных участков, есть положительные моменты. То, что здесь очень высокий уровень урбанизации в области. В 9 городах 80% населения проживает в области. Соответственно, я думаю, что будет очень удобно для бизнеса и для областных властей, если мы в каждом городе будем иметь генеральный план развития с указанием возможности точек роста для бизнеса. На заседании также была поднята тема стоимости земельных участков. Предприниматели жалуются на то, что цена сельских и городских земель одинакова. То есть, Шахтинг, Тимиртау, Сарань, Балхаш сложилась в парадоксальной ситуации. На земельные участки применяются разные базовые ставки. Налог оплачивается как с поселка, а продается как в городе. К примеру, аналогичная ситуация была и в Жизганском регионе. Данный вопрос был решен. Для развития предпринимательства в малых населенных пунктах области считаю необходимым рассмотреть вопрос снижения базовой ставки для поселков. В работе заседания регионального совета принял участие Аким Карагандинской области Женис Касымбек. Он отметил, что малый и средний бизнес занимает одно из ведущих мест в экономике региона. Наибольшую актуальность для области на сегодняшний день представляют такие новые сферы МСБ, как онлайн-сервис, онлайн-торговля, логистика, туризм, IT-сфера, легкая промышленность. Тимур Аскавич, помимо повышения компетенции бизнеса и снижения административных барьеров, серьезным препятствием остается вопрос доступности финансов. Мы с вами сегодня, вчера обсуждали этот вопрос. Действительно, многие предприятия перекредитованы, есть большой спрос именно на оборотку и на рефинансирование. Поэтому здесь уже с этой позиции я хотел бы просить поддержки по скорейшему внесению изменений в программу экономики простых вещей для решения вопросов, связанных именно с рефинансом и с обороткой. На заседании также шла речь и о социальной ответственности бизнеса. Предпринимателям напомнили о необходимости регулярной выплаты заработной платы, а также взносов на обязательное медицинское страхование работников. В завершение Тимур Кулебаев предложил создать единую проектную группу для решения проблемных вопросов предпринимателей. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Инвестиции, жилье и социальная сфера. Аким Карагандинской области Женис Касымбек на сессии областного маслехата назвал три главные задачи, которые нужно решить в первую очередь. Это работа с инвесторами и поддержка бизнеса, жилищный вопрос и развитие социальной сферы. В этом году в Карагандинской области объем инвестиций достиг рекордного показателя 650 миллиардов долларов США, сообщил глава региона. Нужно не сбавлять темп, улучшать бизнес-климат, развивать экономику простых вещей. Все это дает экономическую стабильность и новые рабочие места, отметил Аким. Основой качества жизни для людей является жилье. Это очень острый вопрос. Поэтому мы должны обеспечить возможности доступного жилья. За два года в области за счет всех источников финансирования построено 420 тысяч квадратных метров жилья. Это порядка 4300 квартир в год. Но потенциал области гораздо выше. Жилищный вопрос является одним из главных. В следующем году мы должны увеличить объемы строительства жилья. В ближайшие два года ремонт дорог в Карагандинском регионе продолжится, а программы «Нурлы-Жол» продлевают до 2025 года. Только в следующем году на республиканской дороге в регионе выделят 100 миллиардов тенге. В этом году, например, на реконструкцию дорогу Караганда-Балхав направление Брубайтал было выделено порядка 50, но освоено всего, будет освоено 35. На следующий год на эту дорогу будет уже выделено 100 миллиардов. Впервые мы выделяем на местные дороги почти 20 миллиардов тенге. Я был в Нуринском районе, в Асакаровке. Качество местных дорог, конечно, желает лучшего. Мы практически в два раза увеличим объемы финансирования реконструкции строительства местных дорог областного значения. Долгожданный ремонт запланирован на дороге Казалар-Дажес-Казган. По этому проекту сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Строительство планируют начать в 2020 году. В этом году в аэропорту Балхаша будет открыта обновленная взлетно-посадочная полоса. Ставка делается и на малую авиацию. В Каркаролинском и Улытауском районах намерены построить аэродромы местных воздушных линий. В следующем году из Караганды запустят авиарейсы в Шимкент и на Алаколь. Глава региона Жениск-Касымбек поручил ускорить строительство визит центра в Улытау. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Получить справку о несудимости теперь можно за 10 минут. Упрощение системы выдачи коснулось и сведений об административных правонарушениях, архивных справок и прочего. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникации сообщили представители комитета по правовой статистике и специальным учетам. Справку о судимости, административных правонарушениях и архивную справку теперь можно получить на веб-портале электронного правительства. Услуги абсолютно бесплатные. Все, что необходимо, это наличие электронной цифровой подписи. Только за апостелирование официальных документов взымается государственная пошлина. В целом за 8 месяцев 2019 года управлением комитета по Карагандинской области выдано более 8 тысяч справок о наличии либо отсутствии судимости. Из них 372 запроса исполнены в рамках апостелирования официальных документов. В рамках выдачи сведений об административных правонарушениях за 8 месяцев исполнено более 18 тысяч запросов, из которых более 3 тысяч поступили из СОНов, а 14 тысяч через МГОФ – это мобильный портал электронного правительства. Получить справку о наличии или отсутствии судимости может и третье лицо. Такое новшество позволяет гражданину при трудоустройстве переложить этот вопрос на плечи работодателя. Такие справки можно истребовать только в отношении физических лиц в электронном формате через веб-портал электронного правительства, только при наличии согласия лица, в отношении которого будут запрашиваться сведения. Данное согласие можно получить только через личный кабинет сайта электронного правительства и СМС-подтверждение. Однако, воспользоваться данной услугой возможно лишь при регистрации лица в базе мобильных граждан. Регистрация осуществляется также в личном кабинете, где необходимо привязать свой абонентский номер суток телефона к своему ИИНу. Минимальный срок оказания услуги – 10 минут. При необходимости дополнительной проверки – 3 рабочих дня. Желающие получить справку в бумажной форме могут обратиться в ЦОН. Кроме того, сведения об административных правонарушениях теперь выдают только через портал. Скорость получения услуги – 15 минут. Упростили также и процесс выдачи архивных справок. Для этого достаточно подать заявление в ЦОН или же зайти на портал электронного правительства. Эту услугу теперь оказывают в течение 10 календарных дней вместо 30. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Во многих вузах Казахстана введена система студенческого самоуправления. Это позволяет урегулировать большинство проблемных вопросов общественной жизни университета без вмешательства преподавателей. Участие студенческой молодежи в управлении современным вузом обсудили в ходе международного саммита в экономическом университете. Омирбек Камен с первого курса принимает активное участие в жизни университета. Начинал с волонтерства, затем вступил в студенческое самоуправление. Здесь вместе с командой организовывал мероприятия не только в рамках университета, но и на городском, республиканском уровне. За три года молодому человеку пришлось столкнуться с рядом трудностей, но это укрепило его дух и принесет пользу в будущей карьере. В качестве лидера, чтобы собрать команду для стартапов или для какого-то проекта, нужно всегда собирать сильную команду. А для сильного команды нужны лидерские качества, а этот лидерские качества мы получаем здесь, в университете. Свои заявки на участие в саммите подали более 30 человек. Среди них студенты со всех регионов Казахстана, гости из Монголии и Таджикистана. В онлайн-режиме с докладами выступили спикеры Украины, России и Узбекистана. Такие мероприятия способствуют обмену опыта молодежных лидеров в области развития студенческого самоуправления. Важную роль играет участие студентов в управлении вузом, потому что руки университетской администрации до многих вопросов могут просто не доходить. А многие вопросы, наверное, легче решать молодежи. Молодежь выступает помощниками университетской администрации в решении своих проблем. В программе двухдневного саммита проведение семинар тренингов и круглого стола с участием известных тренеров Казахстана по проблемам молодежной политики и студенческого самоуправления. По итогам симпозиума все участники получат сертификаты и памятные подарки. Полина Малюкова, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В преддверии празднования Дня пожилых людей в Доме дружбы состоялся круглый стол «Согреем душу теплым словом». Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла рассказали о трудных временах своей юности молодому поколению современности. 3 октября Серафиме Пономарева исполнится 93 года. Она прошла всю войну, победу встретила в Берлине. Женщине пришлось повидать 8 лагерей смерти. Сейчас у нее двое детей, 4 внука, 5 правнуков и 2 праправнука. Правда, все они живут в других городах и странах. По словам Серафимы Пономаревой, День пожилого человека – это праздник золотого поколения. Я довольна, я очень люблю нашу страну. У моих детей и у меня нет национализма, понимаете? Для нас все одинаковые, потому что мы все одинаковые люди. Мы живем в своей нормальной, мы так должны жить нормально в своей жизни. Любить своих детей, уважать своих родителей, любить общество и общаться с ним. Да будет дожимать до 100 лет. В Октябрьском районе проживают 45 тысяч пенсионеров. Из них только 28 – ветераны Великой Отечественной войны. Прийти на круглый стол смогли всего три человека. Большинство ветеранов практически не покидают своих домов. Здесь они поделились рассказами о своей жизни и военной истории с молодежью города. Эта забота должна быть повседневной. Не то, что там праздник каким-то, потому что множество наших ветеранов являются одинокими. Есть дети, но они где-то, может быть, за пределами города, области, республики, за границей. Есть дети, которые заняты своим делом, своей семьей. Сегодня же не очень просто, допустим, семью свою поднять. Студенты с радостью окружили старшее поколение вниманием и заботой. Поздравили с наступающим праздником, песнями, танцами и игрой на дамбре. Двери Дома дружбы всегда открыты для пенсионеров. Здесь они могут обучиться компьютерной грамотности, языкам, заниматься творчеством и спортом на бесплатной основе. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Благодарю за внимание. Это были самые важные новости. Всего доброго, удачных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok